Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Правильную кнопку вы нажали своим пальчиком в эфире ВДВ. Участники волнуются, но легкий топот кублучков наполняет здание особой атмосферой, из которой уже не хочется выходить. Сегодня суббота, 10 декабря. Сегодня весьма необычные события для нашего города. Впервые в нашем городе детям представилась возможность почувствовать себя корреспондентом. Но подождите, что это? В кабинете приоткрыта дверь, и оттуда доносятся восторженные голоса детей. Минутку, мы зашли туда, и что мы видим? Мы попали прямо на кастинг ВДВ. И мы находимся на кастинге Витебское детское видение. Здесь собрались люди. Сюда пришло много талантливых девчонок и мальчишек. Желающих поучаствовать много. Мальчики и девочки, маленькие и большие, светленькие и темненькие. Вон там готовятся наши участники. У кого-то рожат коленки, кто-то от волнения грызет ногти. Девчонки терпят в руках свои косички. Ребята немного волнуются, но я думаю, что у всех есть шансы на победу. И вот почему же все сюда пришли? Почему интересно всем, детям, мальчикам и девочкам, быть здесь? Они очень хотят общаться и эту возможность сделать свое детство еще красивее, красочнее и интереснее. Сегодня я пришла для того, чтобы сделать себе карьеру. Проявить, может быть, какие-то способности, открыться, а также попробовать определиться, возможно, с будущей профессией. Жизненный опыт у них будет, общение с людьми. А знаете, почему я здесь? Потому что на кастинге ВДВ можно научиться быть расслабленным, спокойным и не бояться тяжих людей. В интернете мама посмотрела и, как всегда, Лали, Лали, посмотри. Ну, я побежала, я сначала думала, я волновалась, я говорю, может быть, не надо, ну, пожалуйста. Она говорит, попробуй. Как ты думаешь, ну, у тебя получится? Все возможно. Думаю, что да. Ну, почему? Здесь и сейчас мы с вами станем свидетелями, как зарпутся маленькие, но яркие звездочки ВДВ. Мы не в горах, и не на пляже, и не на форуме. В Техасе сбор журналистов в городе. На Двине мы на кастинге корреспондентов ВДВ. Ну, на коридоре все стоят, волнуются, ждут свои очереди, все повторяют что-то там, свои слова. Ну, все думают, что там будет. Да, там многие ему говорят, а что там, а как там? Все ждут, когда кто-нибудь выйдет и расскажет, какие ему задавали вопросы, как его здесь мучили. А человек просто идет мимо. Они говорят, что там, расскажите, ну, пожалуйста, расскажите нам. Тут, вообще-то, остановка накаленная, потому что много детей захотело пойти попробовать себя. Ну, волнуются люди, они, как бы, ну, настроение хорошее, но есть волнение. Большой вдох и выдох. И начинаю думать о чем-нибудь другом или говорить, ничего, ничего такого не произойдет. Все будет хорошо, интересно, и не волнуйся. У меня сегодня отличное настроение, я думаю, у меня все получится. Подлиже к девочке, и быстро к ее. Я не боюсь, думаю, не съест. Давай знакомиться, меня зовут Тимур. Диана. Как вас зовут? Меня зовут Дарья Холмачева. Как тебя зовут? Андрей. Сколько тебе лет? Здравствуйте. Что ты, зачем ты сюда пришел и что ты хочешь отсюда узнать? Ну, зачем я сюда пришел? Я пришел, чтобы посмотреть, что вообще происходит. Хочу попробовать себя в роли журналиста. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать настоящий корреспондент? Он должен быть трудолюбивым. Ну, у него должно быть чувство юмора. Должен быть, ну, фантазером. Я думаю, он должен не стесняться разговаривать с людьми. Он должен быть отзывчивым, и чтобы люди ему верили. Тогда они будут рассказывать ему свои тайны, какие-нибудь секреты. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Лунев, я видеооператор, я член жюри. Очень приятно. Я Аня. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать корреспондент? Корреспондент должен быть внимательным, он должен очень быстро соображать. Корреспондент должен обладать обширными знаниями во всех областях. Корреспондент должен уметь вести себя перед телекамерой. Ну, он должен быть начитанный, разговорчивый, веселый, грамотный. Ну, он должен быть разговорчивым, позитивным, с чувством юмора, нестестенительный, конечно. Должен уметь находить общий язык с людьми и должен уметь выкручиваться из непростых ситуаций. Трудолюбие и умение работать в команде – главные качества классного корреспондента. Еще он должен уметь носик свой совать куда-нибудь, такое, чтобы все знать. Он, например, не должен ходить все время по улицам в одной и той же одежде, а должен быть разнообразен. Как ты считаешь, харизма должна присутствовать? Да, должна. А что такое харизма? Не знаю, наверное, веселое выражение лица. Классный корреспондент – это суперагент. Он всегда везде все знает и умеет, даже среди ночи снять сюжет сумеет. Не страшна ему любая угроза, знает путь секретный он Деда Мороза. Откуда берутся отличные отметки, как приготовить вкусные конфетки, как друзей развеселить. И куда в кино сходить? Обезьянки, где живут, птички гнезда свои вьют. Вам секреты все расскажет, интересное покажем. Если что-нибудь случится, респондент с блокнотом чится. Вмиг расскажет он об этом и пошлет еще в газету. «Лучшая овация» для него – сенсация. Корреспонденты узнают все городские новости раньше, чем другие. Бывают в очень интересных и красивых местах. И рассказывать новости о этих городах очень приятно. А если вот ты выиграешь, кого ты бы хотела первым взять интервью? Ну, какие будут последствия, я тогда и решу, наверное. А знаете ли вы, как расшифровывается ВДВ? Нет, это не воздушно-десантные войска, а витебское детское видение. Витебское детское видение. Что это? Ну, мне кажется, что это как бы видение глазами ребенка. То есть все, что информацию, которую они передают, они это видят по-своему. По мнению взрослых, дети не играют, они живут. Тем самым легче донесут информацию. Дети, в отличие от взрослых, иначе воспринимают и передают восторг, разочарование, успех и неудач. Сколько ярких событий происходит в жизни детей ежедневно, только взрослые не догадываются об этом. Самые лучшие, если дети сами расскажут об этом. Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь на данный момент? На данный момент у меня берет интервью очаровательная девочка. Спасибо за комплимент. Наверное, первая моя съемка была, когда я была в детском садике. Очень интересно. Это сколько тебе лет было? Ну, лет пять. Ну, вот как? Тебе нравится твоя работа? Да, мне очень нравится моя работа. Удобно мне работать? Когда как, иногда очень неудобно. Тебе могу власть? Я читала правила на сайте. Если честно, я, конечно, увидела возрастные ограничения. Мне, конечно, немножко расстроилась, хотя было бы интересно попробовать себя в роли корреспондента. Ну, и как бы пока внешне, может быть, и выгляжу хоть чуть-чуть на 14-летних. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, я думаю, что я буду хорошим корреспондентом. Я думаю, что я всегда буду радоваться своими сюжетами, ну, и своими темами. Ну, я думаю, у меня получится. Я очень люблю разговаривать. Я веселая, общительная. Как бы, люблю шутить. Не знаю, я думаю, у меня получится. Ну, я занимаюсь спортом, здоровый образ жизни веду. Люблю танцевать, хорошо учусь. Ну, я вообще веселая. Как вам так сказать? Мне вот кажется, что вот именно я вам подхожу. Вот именно вот вы обо мне всегда думали, что вот именно я должна пойти к вам. Ну, вы не обязаны. Если я вам понравилась, вы можете, конечно, меня взять. Ну, как бы, сейчас я немножко стесняюсь, конечно, вот, новые люди. Если бы жюри у меня спросила, кого им надо выбрать в качестве корреспондента ВДБ, я бы сказала Кристину Варфомееву, ведь только у нее в «Контакте» 534 друга. Только у нее в танцевальном коллективе «Белка» 81 друг. Только у нее в поющем коллективе «Апельсин» 31 друг. А самое главное, только у нее в ее любимой школе номер 38 252 друга. И если жюри выберет Кристину Варфомееву, то все ее друзья будут безуговорочно смотреть ВДБ. Потому что это для меня действительно интересно. И каждое утро, когда я буду вставать и идти на передачу, я не буду, как некоторые, лениться. Блин, рабочий день начинается. Как я хочу вернуться домой поскорее. А с радостью, с гордостью, с улыбкой на лице до ушей. И побегу, и буду узнавать много нового. И не то, что самоузнавать, но и всем телезрителям это передавать. Каждый ребенок сегодня хочет выиграть, но судьи выберут лишь самых достойных из них. Но я считаю, что победы достойны всем. Ну, как говорится, пусть победит сильнейший. С вами Владяна. Всем good luck. Пока. Мы будем следить за участием детей и обязательно будем долаживать. Ну, обычно так говорят же в выпусках новостей. Мы будем долаживать от происходящих. Желаю всем удачи. И чтобы все смогли сделать этот кастинг и увидеть в списках свое имя. На этом наш краткий репортаж заканчивается. До свидания. С вами была Дарья Холмачева. Bon chance. I love you.